Сегодня в стенах правительства премьер-министр затронул сразу несколько тем, связанных с обороной и защитой края. В первую очередь создание кризис-центра. С его помощью можно будет быстро реагировать на вызовы, возникающие извне, особенно на фоне сегодняшней геополитической ситуации. Не будет никакой бюджетной организации ни в коем случае. Мы просто консолидируем те ведомства, которые ответственны за безопасность. Они будут при участии канцелярии правительства решать проблемы возникающих угроз. Премьер добавил, что в этом году центр уже начнет работу после реорганизации канцелярии правительства. Еще одна новость, но уже для молодежи. Во время срока действия нового правительства будет введен всеобщий и обязательный призыв в армию. Согласно демографическому положению страны, мы планируем прийти к модели всеобщего обязательного призыва. Мы считаем, сколько молодых после школы могут быть призваны на службу в армию во благо государства. Рассматриваем также социальные аспекты модели для того, чтобы все знали, что при окончании школы они будут 9 месяцев служить. Сквернялис добавил, что в 2019 году уже можно будет рассчитывать на то, что все желающие, а также те, кто годен для службы, приступят к ней. Пока речь идет только о парнях. Вопрос девушек, служащих во благо Родины, не рассматривался, но на добровольных основах принимаются и девушки. По планам правительства модель всеобщей и обязательной службы вступит в действие в период с 2020 года, а ежегодно будут призываться не менее 6 тысяч человек. По планам правительства модель всеобщей и обязательной службы вступит в действие с 2020 года, а ежегодно будет призываться не менее 6 тысяч человек, то есть в два раза больше, чем сейчас. У нас должна быть эффективная, модернизированная за счет налогоплательщиков армия. Мы должны говорить о возможностях нашего государства иметь мощную, сильную, способную защитить себя силу. Если мы хотим жить в безопасности, мы должны сделать все, чтобы защитить самих себя, а не ждать поддержки от союзников. Если мы не хотим ничего делать, а надеяться только на союзников, ждать, что кто-то придет и защитит нас – это ошибочное мнение, добавил премьер-министр. Он утверждает, что усиление собственной армии напрямую влияет и на экономику страны, и на благосостояние жителей.